Оу! Сделано в RedBarn. Современному человеку для счастливой жизни нужны три вещи – здоровье, технологии и приятное общение. Мы совместили их в нашем подкасте HealthTechTalk. Здесь мы говорим о том, как различные сервисы и разработки помогают нам оставаться здоровыми. Партнер этого сезона – бренд дерматологических средств по уходу за кожей La Roche-Posay. Тема сегодняшнего нашего подкаста станет то, благодаря чему вы пережили сезон или его отрывки. Это слух. Ну что ж, наверное, для начала стоит сказать вообще, что же есть слух и благодаря чему он у нас работает, как он устроен у человека. Есть целый орган, посвященный этой проблематике. Мы разделяем его на три основных части. Это наше наружное, среднее и внутреннее ухо. Что такое наружное ухо? Это, собственно говоря, наше ушко и наружный слуховой проход, то с помощью чего мы получаем и ощущаем звуки. Ушная раковина их углавливает, усиливает и направляет в наружный слуховой проход. Поэтому, когда человек что-то не слышит, что он делает? Подносит руку к уху. Да, соответственно, увеличивая поверхность этого восприятия своего локатора для того, чтобы четче воспринимать. Это способность усиливать звуки, которые к нам поступают. То есть мы, в принципе, можем сказать, что такая же функция у нас и изначально есть у нашего наружного слухового прохода. Чем заканчивается наружное ухо? Это так называемая барабанная перепонка. Называется она так, потому что это мембрана. Натянутая, которая помогает воспринимать вот эти вот механические колебания, которыми суть есть любой звук. И передает мембрана это все на несколько малых косточек, которые потом... То есть так называемая молоточка-наковальня и стремечка, которые маленькие... Это, кстати, самые маленькие вообще кости в нашем организме, которые все это дело уже передают на наш внутренний анализатор. Так называемое внутреннее ухо, которое состоит из улитки и полукружных каналов. Это, кстати, еще интересный орган полукружных каналов. Это орган равновесия. Но надо сказать, что все это вместе с улиткой это такая единая косточка, которая, собственно говоря, выполняет функцию приема и обработки поступающих сигналов. Теперь, наверное, поговорим о том, что же вообще такое слух с точки зрения не только процессов, но еще и безопасности для нас. Как его сохранить? Потому что есть неутешительный прогноз. Ты, наверное, с ним знаком. Да, я слышал, что есть прогнозы УОЗ, что к 2050 году тугой укостью будет страдать каждый четвертый житель планеты. Да, и это связано с тем, что у нас и, в принципе, мир стал более шумным. Ну, может быть, это связано с тем, что люди дольше живут, и люди становятся более старыми? Ну, продолжительность жизни действительно растет, это не может не радовать. Но разберемся вообще, в принципе, в каком диапазоне наше ухо воспринимает звук. Это диапазон частот от 16 до 20 тысяч Гц. Частота звука – это количество циклов колебаний сигнала, который поступает, которые он проделывает за вот одну секунду. То есть неважно, будет ли это 20 или 20 тысяч. Соответственно, 20 – это низкий, 20 тысяч – это высокочастотный. Надо сказать, что то, что нам нужно учитывать, это еще и громкость звука, который измеряется в тоцибеллах. То есть это очень важно, потому что чем сильнее давление на барабанную перепонку, тем громче звук, который мы получаем. Поэтому диапазон 0 – это абсолютная тишина. Диапазон там 130 – это уже считается такой переходный, можно сказать, даже болевой порог, на котором мы уже чувствуем себя не очень хорошо. На каком, как ты думаешь, уровне находится нормальная речь? Ну, наверное, где-то 40. Близко. Это 50-60. А концерт какой-нибудь нашей любимой рок-группы – это там 100-120 децибел. В принципе, есть даже такая штука, как термометр шума. Это интересная история. То есть 30 децибел – это шепот. Это вот мы общаемся, едва слышно, шепчем в ушко вам. 80-90 – это, в принципе, считается нормальным уровнем децибел для того, чтобы уже начинать как-то регулировать условия труда во многих странах. 90-100 децибел – это вот шум большой бензиновой газонокосилки или какого-нибудь грузового транспорта. То есть это уже считается громко. На уровне 100 децибел уже возникает риск повреждения шума. На самом-то деле это не так сложно, потому что это мотоцикл, это, допустим, поезд. То есть это то, что уже может в течение 3-5 часов воздействия привести к реальному повреждению слуха. Надо сказать, что шум бензопилы или шум громких стереонаушников 100 децибел – это уже риск повреждения слуха в течение 2 часов. Если мы говорим про 110, то есть это какой-нибудь там громкий транспорт, опять же, ну или, как мы говорим, концерт, то достаточно 30 минут, чтобы на наш слух оказать уже значительное влияние и привести к его ухудшению. Если мы говорим про крик ребенка. Ты, наверное, слышал, что крик ребенка – это тоже штука громкая, там аж 115-120 децибел. Ну или, на самом деле, такой же, в принципе, по громкости – это крик стадиона. То есть тут уже хватает 15 минут. Ну, опять же, говоря про 120 и далее, это уже супер громко. То есть, например, 140-150 децибел – это шум выстрела или шум двигателя самолета при взлете. То есть это то, что приводит к мгновенному повреждению слуха и, к сожалению, уже хоть и восстанавливается, но все равно оказывает негативное влияние на наш орган слуха. Вообще, надо сказать, что все-таки наша барабанная перепонка – это все-таки не абстрактная мембрана, а вполне себе биологический объект, по которому стучать можно, конечно, долго, но все равно последствия этого будут. Надо сказать еще о том, что все не так страшно, потому что все-таки мы так или иначе регулярно сталкиваемся с… особенно в условиях нам урбанистики, в городе. В принципе, это действительно неизбежно, но спрятаться от этого в условиях города невозможно, потому что это присутствует вообще повсеместно. Это неизбежно. И, конечно, надо сказать, что есть способы того, как, в принципе, защитить свой слух от сильного шума. То есть есть такая штука, как средство защиты, индивидуальной защиты. Ну, наверное, самые популярные, особенно, я думаю, знаком с семейным паром, которые давно живут вместе, которые давно уже привыкли к своему быту, это, конечно же, беруша. Это лучший друг счастливой супруги, которая много лет находится, особенно если супруг у нее тучный, находится с ним в одном помещении. Ну, конечно, эта штука полезная, но надо сказать, что самый простой способ еще избежать нарушения слуха – это избегать, очевидно, казалось бы, мест, где вот этот вот пороговый уровень, он преодолевается просто в секунды. В частности, это, конечно, концерты. Беруши, на самом деле, можно надевать даже-то и на них, потому что музыку слышно, но повреждающего эффекта будет меньше. Хороший еще способ – это так называемые противошумные, или там их называют по-разному, в общем, наушники. Бывают пассивные наушники, которые работают в принципе так же, как беруши. То есть они просто блокируют определенное количество слышимых звуков, разговорную речь и выступают как такая альтернатива. А есть еще активная. Активная – это специальная история, которая работает благодаря там встроенным системам микрофонов, динамиков. Ну и плюс они создают там встречные колебания, которые, собственно говоря, по сути отражают, как, знаешь, как рябь на воде. Когда вы два камешка кинули, точно так же вот эти волны, они, собственно говоря, выпуская их во внешнюю среду, они ограничивают их поступлением в наш слуховой аппарат. Для того, чтобы предотвратить нарушение слуха, даже вот при регулярном использовании на тех же самых наушников, есть очень понятные и уже отработанные методы, которые благодаря там трудам разработчиков уже даже появляются в качестве встроенной функции в смартфоны для того, чтобы оценить, какой уровень работы ваших наушников уже оказывает негативное влияние, подсвечивая полосочку громкости там определенным цветом или индексом. Вообще, Всемирная организация здравоохранения рекомендует слушать музыку в наушниках на определенном уровне громкости. Как ты думаешь, какой это уровень громкости? Средний, наверное, где-то 60%. Ты попал просто в точку. Это прям ровно 60% то, что нас может обезопасить. На самом деле еще важный вопрос. Нужно ли чистить уши ватными палочками? Это неочевидно вообще. Вроде как, как бы годами я не чистил, не жил как-то, значит, можно не чистить. Ну, действительно, это так. Действительно, можно уши не чистить, их можно как-нибудь аккуратненько там протирать, но прям-таки запихивай туда палочку, знаешь, чтобы вот прям с одного конца вот этого ватки до другой прям дотянуть, чтобы там достать, затронуть какие-нибудь струны души своей. Вот просто желательно еще с двух рук, знаешь, и набегу. Потому что риск, к сожалению, травмировать слуховой проход и травмировать барабанную перепонку, он очень высокий. Важно еще и, на самом деле, знакомиться с содержанием инструкций лекарственных препаратов. Потому что есть целый ряд лекарственных препаратов, которые способны значительно повлиять на слух, а именно у них в инструкции прямо написано, там, да, может приводить к нарушению слуха. Это там ряд антибиотиков. Важно, кстати, ничуть не меньше, это еще и делать прививки. Понимаешь, да, почему? Потому что... Ну да, некоторые заболевания могут... Как бы, если ты не будешь болеть, тебе не нужно принимать антибиотики. Ну, например, та же самая, там, мы уже не говорим про РВИ, скорее даже вот такие штуки, как корь и краснуха, они способны значительно ухудшить слух в течение своего заболевания. Ну и не стесняться в качестве нормы, собственно, гигиены, гигиены своего здоровья, посещать оториноларинголога. Или в простонародье известного покемона как лор, да, то есть сложное название, непонятно, что значит лор, всем понятней. Потому что вообще у нас в программу диспансерного наблюдения в стране ежегодное посещение лора рекомендовано только людям с 65 лет. Но надо сказать, что слух на самом-то деле начинает снижаться раньше, поэтому уже даже к 40 годам, особенно если есть анамнез, опять же, генетика, да, того, что в семье кто-то терял слух в более раннее время, этим вопросом надо озаботиться. Ровно как и тем, у кого есть хронические заболевания ушей, то есть мы говорим про отиты различного воспалительного характера заболевания. И здесь таким людям, конечно же, каждый год нужно наблюдаться, независимо от их возраста, потому что иначе можно упустить тот момент, когда это еще курабельно, скажем так. Несовершенство, покраснение, сухость. Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемами кожи лица. Зачастую причина банальна – неправильный уход или неподходящее средство. Как помочь коже оставаться здоровой и красивой? Разбираемся в рубрике «Работа над ошибками». Ее мы делаем вместе с брендом дерматологических средств по уходу за кожей «Ля Рош-Позе». Кожа может стать слишком сухой по самым разным причинам – от агрессивной окружающей среды или из-за дерматологических заболеваний, например, атопического дерматита или псориаза. Чтобы уменьшить чувство стянутости и дискомфорт, пользоваться обычным кремом недостаточно. Ведь ваша задача – не только напитать клетки, но и размягчить роговевший слой кожи, а также не допустить повторного появления сухости. Во-первых, используйте мягкие мочалки. Жесткий материал может травмировать кожу. Во-вторых, выбирайте мягкие уходовые средства для очищения кожи. В-третьих, добавьте в уход средства с интенсивно увлажняющими компонентами. Один из таких ингредиентов – мочевина. Она не вызывает аллергию, размягчает даже огрубевшую в пожилом возрасте кожу и способствует ее заживлению. Например, мочевина содержится в увлажняющем молочке «Лепикар Урея 10%» от бренда La Roche-Posay. Продукт подходит для сухой и очень сухой кожи детей, взрослых и пожилых людей. В составе молочка «Лепикар Урея 10%» 10% мочевина, масло «Ши» и «Алантаин». Они помогают разгладить и увлажнить кожу, убрать шелушение, чувство стянутости. Эффект длится до 48 часов после нанесения. Молочко «Лепикар Урея 10%» нужно наносить 1-2 раза в день на чуть влажную кожу. Лучше всего после душа, промокнув себя полотенцем и избегая зоны лица. La Roche-Posay – ваш проводник в мире здоровой и красивой кожи. Ссылку на продукты бренда мы оставим в описании подкаста. Вот вопрос. Мы же постоянно слышим шумы. Я вот на стрельбище езжу частенечко. Как думаешь, слух может восстановиться? Я думаю, в какой-то степени да. Ну, конечно же, да. Например, после концерта, сразу после концерта чувствуется какой-то фон такой в ушах. Ну, да, это все-таки как раз-таки следствие повреждения слуха. Оно восстанавливается. Но надо сказать, что вопрос восстановить цельный слух зависит от того, что привело к причине его нарушения. Если мы говорим, что это какой-нибудь отит острый или какое-нибудь оглушение, то, о чем ты сказал, да, то есть это результат очень резкого, громкого воздействия на наш слуховой орган, то в случае хронических болезней тут его восстановить сильно сложнее, потому что все-таки эффект накапливается, приводит уже к каким-то изменениям, и в некоторых случаях проводят даже операции для того, чтобы восстановить хотя бы на, ну, скажем так, социально приемлемом, да, для взаимодействия уровень слуха. Тут операции, кстати, проводят тоже, и если мы говорим это про разрыв или перфорацию барабанной перепонки, вот, но это, конечно, не повод тыкать себя ушными палочками и вообще не заботиться о своем слухе. Конечно, самое главное, ну, если мы говорим с точки зрения, там, вообще базовых принципов, назовем ее слуховой гиены, конечно, слух с возрастом снижается. Это очевидно, это, я думаю, все и так знают. Он ухудшается из-за громких шумов, может ухудшаться из-за лекарств, поэтому современные походы к оториноларингологу, своевременное, скажем так, продумывание своих маршрутов и своих каких-то развлечений, оно тоже может сильно вам помочь, потому что, надеяться на авось, вопросы слуха – это не здорово. Но давай, наверное, поговорим про какие-то, может быть, инновационные решения, которые помогают защищать слух. Вот в чем вообще изначально был инструмент, который помогал людям с нарушением слуха? Я думаю, он просто усиливал, работал как динамик. Ты имеешь в виду слуховой аппарат? Да. Да, действительно, это такой достаточно метод рабочий, понятный, он, в принципе, усиливает звуки, он помогает людям с нарушениями воспринимать хотя бы человеческую речь. Вот, но здесь надо сказать, что тут не так давно, ты, наверное, слышал, что, в принципе, первым это был Apple, кто официально ввел там, да, ну, с точки зрения наушников, если мы говорим, функцию защиты слуха и даже получил в 22-м году приобретать какие-то слуховые аппараты уже без рецепта врача. Apple этим воспользовались и выпустили, собственно говоря, наушники, которые, в принципе, сейчас уже даже зарегистрированы как полноценный слуховой аппарат, обладают возможностями с точки зрения защиты слуха как раз-таки за счет активной вот этой вот, выбрасывание, скажем так, в ответ на поступающие сигналы частот, которые, собственно говоря, снижают их интенсивность. Что касается тестов на проверке слуха, они там тоже появились. Это такой быстрый анализ, в принципе, посадки ушных кладышей, окружающего шума, для того, чтобы оценить объективность проходимого тестирования. Там есть определенные последовательности звуковых сигналов, которые позволяют определить чувствительность слуха. Ну, сделан он так, что его очень сложно обмануть, поэтому, если ты будешь нажимать «Да, я слышу», там, в общем, ну, алгоритм сделан так, что, скажем так, мошенничать там очень сложно, обманывать тоже, поэтому, в принципе, система действительно рабочая и позволяет даже без визита к врачу, вообще странно, что я такое говорю, но уже что-то определить. Действительно, сейчас они работают еще и как слуховые аппараты. Слышал ли ты что-нибудь об этом? Ну, да, я слышал, что наушники могут усиливать внешний звук, таким образом, работать как замедитель слова аппарата. Да, да, действительно, есть уже, как я и сказал, подтвержденные данные о том, что последнего поколения четвертого наушники, ну, вот, я думаю, что скоро другие производители тоже их догонят, они уже работают как полноценные зарегистрированные медицинские изделия, которые можно использовать в качестве альтернативы традиционным слуховым аппаратам, потому что надо сказать, что, ну, конечно, конструкция это не самая удобная, она достаточно громоздкая была, поэтому здесь все-таки нужны были какие-то альтернативы, нужна была другой форм-фактор, и, слава богу, что мы к этому пришли. А здесь еще, давай, наверное, поговорим с точки зрения, какие вообще в принципе еще инструменты существуют для того, чтобы можно было каким-то образом, ну, либо не улучшить, давай так, хотя бы сохранить или вернуть слух. Если говорить о каких-то таких футуристичных механизмах, то может быть ДНК-редактирование? Ну, да, действительно, ген-инженерия, когда мы видим, что есть определенный ген, который приводит к тому, что ребенок может родиться глухим, но действительно, это серьезная проблема, и благодаря последним достижениям ген-инженерии мы видим, что сейчас уже есть способы все-таки предотвратить хотя бы, да, выборку, если мы говорим там про ИКО и все остальное. И вообще, конечно же, отсутствие слуха с условием там развития текущих технологий, наверное, это не такая проблема, какой она была, когда нужно было спасаться от хищников или слышать надвигающуюся армию, да, нашу маленькую безобидную деревню. Но все же сейчас действительно технологии современные позволяют нам вообще гораздо лучше, да, адаптировать людей с различными специальными требованиями для того, чтобы им жить было проще и лучше. Вообще, у нас есть такая еще штука, как танцующие клетки уха. Это вообще интересная история. Есть у нас там во внутреннем ухе такие волосковые клетки, которые позволяют преобразовывать, воспринимать сигнал. Они активно двигаются, и поэтому их еще называют танцующими. Они, скажем так, обрабатывают, то есть, ряд определенных звуков, которые поступают в наше внутреннее ухо, и за счет этого амплифицируют. Там есть специальный блок пристин, который позволяет им как раз таки двигаться. Они увеличивают ток жидкости в улитке, раскачивают внутренние вот эти вот для того, чтобы амплифицировать звук. То есть, это можно сказать, что эти клетки тоже выполняют роль от акустической эмиссии. То есть, они как бы, мы можем, значит, генерировать звуки даже сами по себе иногда, без внешнего стимула, за счет того, что там есть такой вот замечательный маленький подвижный клеточки. Бывает даже состояние, когда он называется тинитус. Это когда пациент начинает, ну, пациент почему? Потому что это всегда с точки зрения врача, слышать шумы и звуки, которых вообще нет нигде. И это очень интересное явление. Можно сказать, что, в принципе, за счет вот этих вот стимуляций волосковых клеток можно повлиять на, скажем так, восприятие слуха и, в принципе, такой внутренний наш небольшой дополнительный наушник. Что еще интересно вообще с точки зрения слуха, о чем бы хотелось поговорить. Интересно, как сохранить слух, как его не потерять, что можно сделать такого. Я знаю, что у всех телефонов сейчас, если повышаешь громкость, то в какой-то момент телефон тебе сейчас будет говорить, что не надо. Ты вернешь, что такого делать не нужно. Что ты хочешь этого сделать на самом деле. На самом-то деле мы уже близки к созданию прям практически уже полностью искусственного уха. Есть такая даже операция, которая лечит состояние нейросенсорной тугоухости. Это кохлеарная имплантация. То есть, что это такое? Это метод протезирования слуха. То есть, уже есть прям протезы, которые, ну, этот метод, он, конечно, не дешевый, поэтому применяется он в случаях, когда использование слуховых аппаратов и каких-то классических методов уже известных, оно не оказывает результата. То есть, в чем суть? В мозг, ну, не в мозг, простите, да, все-таки в слуховые органы имплантируется устройство, которое способно, по сути, как микрофон внешний преобразовать это все дело в электрические импульсы и передавать их нервной системе. Что-то уже такое прям киберпанковское, да, уже звучит прям действительно интересная история. Сама установка идет под область височной доли, насколько я помню, ставится вот тело импланты, который через нашу барабанную перепонку проводит такой вот пучок электродов, которые, собственно говоря, обрабатывают, ну, сначала вот, да, это внешнее тело импланта обрабатывает эти звуки и передает их уже в понятный читаемый формат, что, конечно же, является решением абсолютно инновационным, то есть, он состоит там из определенного количества там разделов, это, собственно говоря, сам имплантант, это вот речевой модуль, это то, что распознает речь и передает, усиливаясь, да, на микрофон, почему это нужно, потому что, ну, все-таки там, я думаю, что есть еще определенные алгоритмы, которые отрезают очевидные шумы, ну, от волос, скажем так, ну, да, понимаешь, это же важная история, да, и нужно с нее как-то разделить речь для того, чтобы это все-таки было возможно к использованию. История абсолютно интересная, ее уже, в принципе, повсеместно используют, и, наверное, если не ошибаюсь, вообще впервые опыты с стимуляцией слуха для того, чтобы получать какие-то звуки, то есть, для того, понимания того, что у нас стимуляция органов чувств приводилась, ну, в принципе, приводит к какому-то, это было впервые еще чуть ли не в 1800-х годах, то есть, это прям вот, да, действительно, это был еще некто Александра Вольта, то есть, вот настолько далеко вся эта история, действительно, тогдашнее подключение датчика, не датчика, а вот, ну, провода к уху с подачи напряжения в 50 вольт, собственно, да, вызывало какие-то звуковые ощущения. Тогда уже стало понятно, что, ну, действительно, ток и вообще любое, в принципе, да, воздействие электрическое оказывает влияние на наш организм. Это можно считать началом такой учения, в принципе, о влиянии электрической стимуляции на органы чувств. Только в 1970-1975 году появились первые слуховые аппараты, которые можно было носить непосредственно. Они не могли применяться для прям распознавания речи полностью, но они помогали пациентам, потому что они были всего лишь на канале. То есть, там, отделить одно от другого. То есть, они были лишены функции возможности выделения речи из всего объема шума, который во внешней среде находится. Но это помогало глухим людям распознавать речь более точно, то есть, читать по губам лучше. Потому что положение губ это одно, но там же все равно еще есть какие-то звуки, и наличие даже, пусть и мало точных, недостаточно предельно понятных там звуковых паттернов, оно позволяло сделать, ну, то есть, шаблонов каких-то, да, оно позволяло сделать это восприятие более удобным. Собственно говоря, буквально 10 лет спустя был разработан как раз-таки вот стимулятор первой кохлеарной, который за счет того, чтобы подавать ток, стимулировать нашу улиточку с разных точек, он действительно, можно сказать, что это первый вот такой слуховой, ну, не протест, но это все-таки имплант, который повышал качество обработки звуков и делал его более доступным. В принципе, это вот компания Кохлеар, которая тогда еще начала всем этим заниматься, она, собственно говоря, и стала лидером индустрии даже, наверное, до сих пор, а уже в 84-м году их одобрили для массового применения и массовой установки как замечательного решения, который через 10 лет даже добралось до нашего Советского Союза. То есть, вообще, вот в 91-м году, собственно говоря, уже в последний, можно сказать, год существования Советов прошла регистрация вот этого замечательного изделия для того, чтобы им могли пользоваться наши граждане, и тогда было проведено несколько этих первых имплантаций, что, конечно же, стало однозначным прорывом в области лечения любых нарушений слуха. Что вообще еще есть из операции по улучшению слуха? Может быть, какие-то импланты? Ну, импланты, мы уже сказали, да, импланты действительно есть. Сейчас их проводят, ну, так называемые операции по восстановлению слуха. Это уже такой метод сильно оперативный, он уже подразумевает, конечно же, не установку каких-то супер высокотехнологических решений, но, в принципе, они в практике применяются регулярно, потому что, как ты правильно сказал, в связи с тем, что люди живут теперь сильно дольше, проблемы, связанные с потерей слуха, они достаточно серьезны. И помимо имплантов, есть еще такие штуки, как слуховые аппараты с костной фиксацией, то есть, очевидно, это те, которые, это, по сути, тоже имплантация, но они вставляются в кость. За счет вот этих вот вибраций, которые передаются внутренне ухо, они как бы дублируют функцию нашей барабанной перепонки. И вот, знаешь, простым примером являются наушники с костной проводимостью. То есть, фактически, мы же получаем звук не в ушную раковину. Через костечку, да? Через кость. Тот же самый, тот же самый принцип работы, который, собственно говоря, потом был тиражирован на Consumers Electronics, то есть, ну, уже потребительскую технику, которые дали нам технологию в виде наушников костной проводимости. Конечно, они не идеальны, качество звука там, ну, очень специфичное, я как-то раз пытался играться с этой технологией, но, честно говоря, мне как-то прям не зашло. Здесь еще, из точки зрения хирургического лечения, специальных трубочек, потому что есть, если мы говорим, что нарушение слуха было связано с сушной инфекцией какой-нибудь или с чем-то еще состоянием, эти тоже в долгосрочной перспективе затянувшиеся хронические заболевания могут привести к прям потере слуха полной. То есть, это действительно, особенно у детей, эта штука абсолютно нередкая, она встречается, и поэтому здесь все, что касается любых состояний, которые приводят или которые изначально сопровождаются нарушением проходимости, слухового канала, деформации барабанных переполнок или и встахивая трубы. Ну, то есть, это, причем, всякие состояния, связанные с нарушением изначально, там, развития плода, да, это и синдром Дауна, это и расщепление, расщелин нёба, то есть, ну, есть много состояний, которые, в принципе, вот на уровне еще эмбриогенеза могут привести уже к отсутствию слуха или его снижению у ребенка. Здесь еще, может быть, упомянуть, что, в принципе, все эти операции так или иначе, они, ну, около протезные, потому что там все равно идет история. И, в принципе, надо сказать, что есть еще у нас такая штука, как отосклероз. Вот отосклероз, это когда у нас аномальное затвердевание костной ткани среднего уха, когда действительно снижает значительную проводимость этих сигналов. и надо сказать, что этим заболеванием страдают миллионы людей. То есть, это не что-то встречающееся редко, это абсолютно ситуация широкого масштаба. И в чем суть? За счет вот этого затвердевания, вот эта стремечка, которая, собственно говоря, передает маленький косточек сигнал, оно остается на месте. И, к сожалению, сигнал этот не проводит. Кость не вибрирует, соответственно, находясь на месте, и это все приводит к значительному ухудшению слуха. Здесь показана в этом случае хирургическая процедура. То есть, здесь тоже, опять же, протезное устройство, которое позволяет обходить звук, вот это вот аномальное затвердевание костной ткани в среднем ухе, соответственно, находя альтернативный маршрут для того, чтобы в конечном итоге все равно попасть на те самые рецепторы, которые в наш мозг уже передают сигналы. Ну, надо сказать, что действительно хирургия подходит далеко не всем, и они используются для очень специфических случаев потери слуха, в то время как наиболее частые причины настоящие, да, они ограничиваются ношением слуховых аппаратов. Поэтому мы ждем каких-то прорывных инновационных решений в этом плане, но пока, пока все методы довольно консервативны, если не сказать иначе. Поэтому здесь основная практика, которой стоит прибегать, это именно вопросы, связанные с гигиеной и слуха, потому что люди сильно переживают за свое зрение, люди сильно переживают за свою внешность, люди сильно переживают за работу своего сердца, и то не все, но надо сказать, что мужчинам почему-то это не свойственно от слова совсем, я как вот тоже человек, работавший с пациентами кардиологическими, надо сказать, что почему-то женщина в этом плане более сентиментальная штука отношения своего организма. Слух у всех выходит на какой-то третий, пятый план, и на самом деле зря, потому что здесь, конечно же, очень важным аспектом является то, что это безумно важный аспект нашей жизни, особенно сейчас восприятие информации, которая не только визуальная, но еще и слуховой, мне кажется, что, наверное, сейчас в современном мире, учитывая количество поступающих сигналов внешних, но слух не то чтобы не менее важен, чем зрение, он критически значим. Ну да, у нас очень большое количество информации в интернете воспринимается через слух, то есть самый сейчас популярный формат все-таки видео, и в нем всегда есть какая-то звуковая информация, которую мы так или иначе обрабатываем, помимо картинки. Ну да, и здесь, наверное, еще связано с тем, что все-таки наш орган слуха это для большинства людей какая-то абсолютно непонятная структура с огромным количеством каких-то мелких острых, каких-то мембран, никто в этом не хочет разбираться, и действительно очень здорово, что сейчас развитие технологий позволяет все-таки решить уже состоявшийся случай глухоты, но предотвращать всегда сильно дешевле, потому что на всех, конечно, я уверен, нам хватит кохлеарных имплантов, но хотелось бы все-таки, чтобы подобных случаев было меньше, потому что сейчас в мире порядка там 450 тысяч человек, которые носят кохлеарные импланты, это немало, но все-таки надо сказать, что это штука старого поколения, потому что сейчас вот эти вот оптогенетические импланты, которые считаются более современными вариантами того, что есть с точки зрения протезирования, при наличии сохранного слухового нерва, они в принципе полностью слух могут заменить, но хотелось бы, чтобы таких историй было значительно меньше, поэтому призыв с точки зрения того, чтобы позаботиться о себе сейчас, чтобы к 35-40 годам, может быть, и чуть позже, все-таки качество слуха не утратить, потому что действительно вопрос очень важный, и вопрос слуховой гигиены это то, чем, мне кажется, уделяют недостаточно много времени, а стоило бы, а стоило бы позаботиться. Ну а что мы можем сделать в плане слуховой гигиены? Избегать каких-то концертов или есть что-то еще? Здесь, наверное, еще вопрос, можно ли улучшить слух без слухового аппарата. Как ты думаешь? Я думаю, что... Я не могу себе представить, что есть какой-то набор упражнений, которые прямо улучшат слух. Но, наверное, если заниматься музыкой какой-нибудь, там у людей есть какой-то слух, но в то же время кажется, что это что-то врожденное. То есть ты думаешь, что есть все-таки идеальный, идеальный слух? Я думаю, что есть что-то, но, по крайней мере, многие люди, наверное, думают, что у них есть какой-то слух. И он идеальный. Это серьезная проблема, я должен сказать. Я знаю о ней не понаслышке, действительно. Люди думают, что у них идеальный слух. Особенно это заметно где-нибудь в пятницу вечером в пророке, когда ты приходишь и... Ну, давай поговорим, да, действительно, почему вообще абсолютно слух, что это такое и, в принципе, бывает ли он вообще? Как в твоем понимании? Я думаю, что это что-то субъективное и, скорее всего, раз так, то нет, не бывает. Ну, он может быть музыкальным и может быть абсолютно не музыкальным. С этим ты согласен? Да, вполне. Хорошо. Плохой слух, мы выяснили, это миф, да, то есть это не только удел пожилых, действительно. Мы выяснили также и то, что существуют способы его сохранения, но как улучшить слух? Подумаем. Ну, я бы разделил, то есть слух у нас получается, первое, это как услышать что-то тихое, а второе, качество слуха, это как-то различать в услышанном какие-то тона, правильно? Да, но на самом деле вся эта штука, тут можно даже далеко не ходить, это генетически обусловленная история, поэтому, конечно, можно, эти люди умеют распознавать определенные тональности, могут какого-то даже маленького, исполненного отрывка, могут определить высоту звучания, ну, там, не знаю, сигналов любых, в принципе, поступающих, не только нот, могут воспроизвести этот звук, это очень важно, потому что, действительно, ты можешь воспроизвести только то, что ты корректно услышал, поэтому, если ты не слышишь, ну, конечно же, это повторить будет абсолютно невозможно, поэтому, когда люди говорят, что кому-то наступил на ухо медведь, они, видимо, не знают о том, что обусловлено базовыми принципами генетики, базовыми принципами предрасположенности с точки зрения того, что действительно влияет на качество воспринимаемой информации. По поводу идеального слуха, это все-таки, говорят, что самый острый слух, он у людей в возрасте примерно от 18 до 25 лет. Есть, конечно, тесты, но это все-таки восприятие высоких частот прежде всего, то есть, мы говорим о том, что у нас начинается от 20 до 20 тысяч. Вот то, что высокие 20 тысяч, со временем чувствительность, восприятие к ним падает. Вот это вот самое, знаешь, вот есть, были даже серии приложений, которые должна была там отпугивать агрессивных собак, вот это вот все. в принципе, это же тоже сверхвысокие герцовки, которые для нашего уха неслышимы, скажем так. Поэтому, конечно же, даже проверки базовые, вот 20 тысяч, это прям совсем вышка, то есть, больше не бывает точно. Но, в целом, обычно человек воспринимает, вот как бы, если мы говорим там про стандартный диапазон слуха, это от 125 герц до 8 тысяч. Вот, а весь речевой диапазон это всегда от 250 до 455 тысяч герц. Даже у ВИТОСа, то есть, это все равно пустя. Поэтому здесь абсолютно в этом плане надеяться на абсолютное значение не приходится, потому что, ну, это просто не нужно. Это избыточность, переживать по этому поводу, абсолютно точно нет. И главное, просто позаботиться о себе пораньше для того, чтобы хоть и неизбежно не надо по этому поводу переживать и расстраиваться процесс, его можно не то, что обратить, его нельзя остановить, но его можно привести в тот формат, который для нашего организма нормален. Я думаю, что, знаешь, в этом есть что-то такое философское, что с накоплением жизненного опыта, с накоплением понимания, знаешь, мне этот мир абсолютно понятен. Ты просто, организм тебе намекает, это все суета. Тебе уже не нужно беспокоиться о том, что происходит вокруг, тебе нужно концентрироваться на вечном. Что же вот? Смотреть стадию созерцания. Это вот как есть в японском замечательный термин бокуто, смотрение в пустоту, бесцельное. Вот это нам всем нужно приходить и научиться, самое главное, самостоятельно, без помощи естественных биологических причин и внешних опасных, потенциальных причин, научиться отсекать лишние звуки и не беспокоиться по поводу суеты и всего, что нас окружает, потому что это ключ, потому что слух хоть и может восстановиться в определенных причинах, нервы, как говорят, не восстанавливаются, хотя это тоже неправда. На этом все. Это был Hashtag Talk. Мы услышимся на следующей неделе, а может и не услышимся. Может быть, это был последний подкаст нашего сезона, чтобы еще раз провести HealthTech Check-Up. Оставайтесь с нами и будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok